Россияне, вы написали мне в комментариях, что вы испытываете сострадание по отношению к землетрясению в Турции и в Сирии. Но, честно говоря, я не ожидала. Уже извините меня после 11-месячной войны с Украиной, где детей вынимают из-под завалов каждый день. Я, честно говоря, думаю, что у вас больше такой функции, как сострадание в вашем мозговом, так сказать, коллективном месте нет. Да, как же вы начали испытывать сострадание? Мне даже интересно, что как-то, блядь, я не знаю, церковь вам не говорила сострадать украинским детям, телевизор говорил не сострадать, школа не сострадать, музыка, там, не знаю, там, кто там у вас, Серов, не сострадать. Где вообще такое слово на что-то, сострадание? Ну, а теперь, теперь смотрите, такое, внимание, вопрос. Значит, из-под завалов вынимают украинских детей, и это не землетрясение, а вы сбросили ракеты. Вопрос, сострадание испытываете? Это что-то ложное сострадание? Как вы можете сострадать детям, которые кричат «спасите», и вам их жалко, и вы туда посылаете волонтеров, отличая от детей, которые находятся в Украине, которых вы каждый день засовываете под завалов, и они тоже кричат «спасите». Даже на том языке, который вы понимаете, вы же не понимаете турецкий. Вот, посмотрите, вас рядом, скажут, ну что, они что-то кричат, по-моему, там, ну, погоди, смотрят, да? А это кричат, вы понимаете этот язык, да? И вы при этом ставите там какую-то хуйню свою. Вы же понимаете, что завалы выглядят одинаково. Продолжение следует...